Добрый день! Сегодня я вам расскажу какие типичные ошибки допускают начинающие дизайнеры и как их избежать. Одной из важных составляющих создания макета является размер макета. Давайте посмотрим, что получается, если ваш макет, например, рекламный модуль не соответствует формату книги, в которой его надо разместить. Например, есть модуль. Да, он большой. Уменьшаем его. Смотрим. Значит, по высоте он встает, но нам не хватает целой полосы. Что делать верстальщику? Остается только растянуть, потому что нам же нельзя ставить белую полосу с краю. У нас изделие идет на вылет. Устанавливаем ровненько. Что получается? Полосочка с телефоном уходит под обрез. Поэтому вы будете вынуждены снова переделать макет. Макет будет отправляться на доработку. Вы теряете время. Следить за размером нужно обязательно. Следующая типичная ошибка это низкое разрешение встроенных изображений. Обычно начинающий дизайнер иногда берут изображения из интернета. Когда вы берете какие-то фотографические картинки, старайтесь все-таки их либо снимать сами, либо брать из каких-то фотостоков. Дело в том, что интернет изначально создан таким образом, что графика, которая располагается в интернете оптимизирована. Что значит оптимизирована? Это значит уменьшена. Это значит, что она низкого разрешения и маленьких размеров. Для чего это делается? Для того, чтобы в интернете все картинки грузились достаточно быстро. Поэтому, когда вы берете графику из интернета, сразу надо настораживаться и контролировать размер тех изображений, которые вы загружаете. Например, мы оставляем ту же самую страницу книги, которая у нас есть. У меня это А5 формат. И я хочу поместить картинку на эту страничку. Как мы видим, картинка достаточно маленькая. И что обычно начинают делать? Ее начинают растягивать. Давайте посмотрим, что получается. Чем больше мы ее растягиваем, тем больше у нас вылезают пикселы. Кроме всего прочего, начинают быть заметны даже артефакты, которые являются результатом сжатия этой картинки в JPEG. Поэтому надо смотреть, чтобы картинки были достаточно хорошего разрешения и достаточно большого размера. Как оценить такую картинку, чтобы не испортить свой журнал, свою книгу, свой макет и чтобы изображение в вашем макете выглядело достойно? Для этого надо уметь оценивать. Изначально, когда вы подбираете картинку, посмотрите на строку состояния в окне в Windows. В данном случае размер картинки 250 на 250. Конечно, для печати эта картинка практически не годится. Также основной характеристик, одной из основных характеристик является размер картинки 6 килобайт. Конечно, это очень маленький размер. Информации на картинке мало. Поэтому эту картинку, конечно, брать для печати нельзя. Для интернета, да, можно, если вы делаете, например, баннер или делаете какой-то модуль. Если модуль у вас небольшой, как раз 250 на 250, в эту картинку вы можете что-то поставить, какой-то текст. Да, ее использовать можно, но не более. Поэтому, как узнать, какого же реального размера эта картинка под печать? Давайте разместим ее в Photoshop. Что нужно сделать? Зайти в меню изображения, размер изображения. Смотрите. Оказывается, эта картинка имеет разрешение 150 точек. И при таком разрешении ее высота и ширина будет 4 сантиметра. То есть, ну, мало. Если мы изменим разрешение на 300 точек, которое нужно для печати, высота и ширина уменьшится вообще в два раза. То есть, мы получаем картинку размером 2 на 2 сантиметра. Конечно, эта картинка под печать не годится. Какой должна быть наша картинка, чтобы мы, допустим, ее поместили на эту страницу? Давайте здесь начертим квадратик и посмотрим. Если мы хотим, чтобы наша картинка занимала вот такое положение, где-то на странице. Давайте посмотрим, сколько она должна быть размером. Здесь 7 на 7, 7 сантиметров. Ширина и высота. Возвращаемся обратно в фотошоп. Создаем файл. Новый. И выставляем прямо в размерах. В сантиметрах 7 на 7. Разрешение сразу выставляем 300 точек под печать цвета. Сразу закладываем цвета ЦМИК и создаем макет. Вот такое у нас должно быть изображение. Размер изображения получается 827 пикселов на 827 пикселов. Значит, нам надо искать изображение как раз вот такого размера. Тогда, когда мы его сделаем разрешением 300 точек и высотой 7 на 7, мы получим ту картинку, которую мы сможем загрузить в наш макет. 7 на 7. Значит, мы ищем картинки не меньше 800 пикселов, а 1000 лучше всего, конечно. Следующий очень важный момент – это цветоделение. Здесь нужно очень твердо себе уяснить, что для печати требуется цветоделение на 4 краски, которая называется ЦМИК. В интернете все изображения находятся в совершенно другом цветовом пространстве, которое называется RGB. Каким образом можно увидеть, в каком цветовом пространстве находится фотография? Ну, во-первых, если вы видите, что это GIF, JPEG, если вы видите, что это PNG – это все пространство RGB. Все зависит от того, что природа света, которую мы видим, природа экрана – это свечение. Оттиск на бумаге – это отраженный свет. Отсюда разница восприятие цветов. И если цвета RGB нам кажутся очень яркими и красивыми, напечатать их практически бывает невозможно. Здесь можно привести только один пример. Например, мы переводим эту картинку в ЦМИК. И вы видите, как блекнут краски. С чем это связано? С тем, что эти электронные цвета не напечатать. Поэтому, когда вы делаете макет, сразу преобразовываете цветовой пространство ЦМИК и смотрите на результат. Потому что на этой стадии еще можно как-то откорректировать цвета, перекрасить картинку, сделать цветокоррекцию. Ввиду таких сильных изменений цветовых, создание макета в RGB под печать считается непрофессиональным. Давайте я вам покажу еще одну картинку, в которой использовано очень много электронных цветов. Изменить режим можно одной кнопкой. И вы видите, что при переводе изображения в другое цветовое пространство, под печать, опять схлопываются цвета. Поэтому все фотографии готовьте в ЦМИК. Вставляйте их в макет, который тоже должен иметь цветоделение ЦМИК. И тогда макет будет принят. Здесь надо еще сказать, что правильно сделать цветоделение возможно в том случае, если вы все-таки свяжетесь с типографией и получите от них определенные настройки профиля. Иногда техническое задание выкладывается прямо на сайте типографии. Очень профессионально было бы запросить техническое задание и делать макеты в соответствии с техническим заданием той типографии, которую вы будете печатать. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это вылеты и отступы от края. Например, у нас есть модуль. Мы его ставим на страницу. Модуль имеет какой-то фон. Чтобы обрезать данную страницу, фон должен выступать за край страницы. Например, вот посмотрите. Вот эта черная линия является краем нашей страницы. Красная линия – это линия, которая уйдет под обрез. Значит, нам всегда нужно оставлять расстояние между краем страницы и линией под обрез. Приблизительно какая может быть величина этого расстояния? Для книг и журналов – от 3 до 5 мм. Для плакатов обычно влиты вообще не делаются, если они достаточно большие. Если это визитки – это может быть 2 мм. Таким образом, разрезая наш продукт, у нас остается нормальный залитый краской край. То есть не белый, а залитый фоном. Как бы ни гуляла наша страничка в стопке других страниц. Почему я говорю об отступах? Дело в том, что здесь на данной рекламе практически логотип очень близко находится к краю. Еще чуть-чуть и, в общем-то, уже изделие будет смотреться некрасиво. Потому что здесь уже практически впритык идет к краю. Страница обрезается и макет смотрится уже неаккуратно. Поэтому все-таки нужно соблюдать какой-то отступ от края. Не так, как здесь, а добавить больше воздуха для того, чтобы верстальщик мог свободно верстать ваш макет в книгу. Чтобы у него было пространство для маневрирования, скажем так. Если книга пойдет на склейку, вот этого расстояния от корешка до текста будет явно недостаточно. И текст может попасть в клей. И тогда чтение книги будет затруднено. Поэтому в данном случае отступ от края должен быть еще гораздо больше. На самом деле InDesign прорисовывает границу, которую можно настроить и верстать макет уже не заходя за эту линию. Значимые объекты не должны выступать за внутреннюю линию. Теперь давайте подведем итог всему тому, что я сейчас рассказала. На самом деле избежать ошибок очень легко, если вы правильно заполните форму, которая выскакивает при создании файла. Давайте посмотрим. Файл создать. У нас выскакивает окошко, которое внимательно-внимательно надо заполнять уже на уровне создания файла, создания макета. То есть вы еще ничего не сделали, но вы уже заранее закладываете те настройки, которые необходимы по тех заданию для печати или для веб. Давайте посмотрим более подробно. Значит, первое это у нас идет ширина-высота. И здесь мы закладываем именно ту ширину и высоту, которая нам требуется. Если мы делаем баннер или картинку для веб, то ширину и высоту мы определяем в пикселах и выставляем вполне конкретные цифры. Если мы делаем под печать, мы можем выставить здесь сантиметры, миллиметры и достаточно точно указать размер будущего нашего файла, будущей нашей картинки. Следующий немаловажный фактор, который мы недавно обсудили, это разрешение. Значит, если мы делаем картинки для веб, если мы делаем модули для веб или мы делаем под презентацию, под экран, нам достаточно разрешения 72 пиксела на дюйм. И если мы печатаем книги, журналы, то здесь мы выставим разрешение 300 точек ДПИ, пиксел на дюйм. Если мы делаем плакат, то здесь мы можем поступиться. Если смотрим на плакат с очень большого расстояния, то мы можем сделать разрешение и 96 точек, и 150, все зависит от размера. Чем больше размер, тем меньше разрешения мы можем сделать. Но, в общем-то, надо исходить из того, что изделие должно быть достаточно качественным. Мы не потеряем в качестве, потому что мы смотрим издалека. Мы все время должны оценивать с точки зрения того человека, который будет читать этот плакат. Если это плакат, который находится на дороге, значит он большой, разрешение может быть меньше. И если плакат читается человеком в непосредственной близости, когда он подходит к плакату и читает его, разрешение должно быть выше и приближаться к 300 пикселам. Цветовой режим. Цветовой режим выбирается точно так же, как я рассказывала до этого. И если вы делаете изображение под экран, под интернет, выбираете режим RGB. И если вы собираетесь печатать свое изделие, то вы выбираете цвета CMYK. Здесь остается все точно так же. Содержимое афона устанавливайте такое, как вам надо. Белый, либо цветной, либо прозрачный. Дальше. Цветовой профиль. Это то, о чем я говорила. Это настройки CMYK. Это настройки печатной машины, той типографии, в которой вы будете печатать. Обратите внимание, что когда вы выставляете цвета RGB в цветовом режиме, у вас цветовой профиль меняется на рабочее пространство вашего монитора. Как только вы переключаетесь в цвет на CMYK, цветовой профиль переключается на рабочее пространство того печатного устройства, для которого вы готовите макет. Ну, дальше попиксельная пропорция. Она, в общем-то, по умолчанию та, которая и нужна. Сохранить этот набор параметров можно тут же. То есть вы можете создать наборы. Наборы для веб, наборы для печати, наборы для баннеров, которые вы изготавливаете постоянно в одном и том же размере. Сохраняйте их и одним щелчком вы будете выбирать тот набор, который вам нужен. Никогда не ошибетесь, и ваш макет будет соответствовать техническим требованиям. Я желаю вам удачи. Не делайте ошибок, делайте красивые макеты. Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!